всем привет с вами вновь анастасия песик мы продолжаем серию видео уроков для подготовки к егэ по русскому языку и в этом видео научимся решать задание 17 тестовой части поехали 17 задание выявляет как вы умеете ставить запятые при причастных иди при частных оборотах для начала давайте вспомним что такое причастный оборот что такое дейпричастный и чем они отличаются как их отличать друг от друга итак начнем мы с причастного оборота причастный оборот причастие образовано от глагола и отвечает на вопрос какой какая какие каких они всегда относятся либо к существительному либо к местоимению потому что каким-то может быть только кто-то или что-то а кто и что это у нас правильно либо существительное либо местоимение причастие в отличие одея причастие может изменяться по числам, родам. А дейпричастие – это неизменяемая часть речи, то есть изменяться она не может. Вот и первый вам признак, как отличить причастие от дейпричастия. То есть, во-первых, по вопросу причастие отвечает на вопрос каким, какой, какая, какой. А во-вторых, причастие может изменяться, например, плавающий, плавающая, о плавающий. Если меняется главное слово, вместе с ним меняется причастие. Дейпричастие отвечает на вопросы, что делая, что сделав, хотя это тоже особая форма глагола. Но, тем не менее, это неизменяемая часть речи и относится она не к существительному или местоимению, а к глаголу. Но сейчас подробнее о причастии. Причастный оборот, как мы уже выяснили, это причастие с зависимыми от него словами. И относится этот причастный оборот всегда к чему-то, к кому-то, то есть либо к существительному, либо к местоимению. И это существительное, либо реже местоимение нужно нам выявить в предложении. Вам будет дано предложение, где не будет никаких знаков припинания, будут расставлены цифры, и вам нужно будет указать, ставятся или не ставятся на месте этих цифр знаки припинания, то есть запятые. Причастный оборот не всегда обособляется, то есть не всегда выделяется запятыми. Рассмотрим случай, когда причастный оборот не выделяется запятыми. Это происходит, когда причастный оборот стоит перед словом, к которому относится. Например, прыгнувший ко мне на стол кот. Здесь прыгнувший ко мне на стол – это будет причастный оборот, то есть причастие с зависимыми от него словами. Причастие здесь прыгнувший. А относится это к слову кот. Кто это прыгнул? Кот. Правильно. Значит, над котом ставим мысли на крестик, то есть что это обозначаем, что это главное слово. Здесь мы видим, что сначала стоит причастный оборот, прыгнувший ко мне на стол, а потом уже слово, к которому этот оборот относится. И в этом случае причастный оборот не обособляется, то есть запятыми не выделяется. Это, надеюсь, вам понятно. Если же смотрите тот же самый причастный оборот, но мы его поместим в другое место, то есть после существительного, к которому относится этот оборот. Например, кот, прыгнувший ко мне на стол. Здесь причастный оборот стоит после слова, к которому относится. В этом случае он будет обособляться, то есть обноситься с двух сторон запятыми. На это обращайте внимание, когда вы выполняете задание. То есть, если вы видите причастный оборот, вам нужно установить, а где слово, к которому этот причастный оборот относится. И в зависимости от того, где это слово стоит, до или после соответственно оборота, мы ставим, либо не ставим запятые. Что здесь еще важно знать? Важно знать, что если причастный оборот относится к имени собственному, имя собственного, это что такое? Это чье-то имя, название, то есть то, что пишется с большой буквы, либо к личному местоимению, то есть которое обозначает лицо я, ты, мы, вы, она, 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 они, то тогда в таком случае причастный оборот обносится запятыми, то есть обособляется, выделяется запятыми, как вам больше нравится, даже если стоит перед, перед этим словом. Но этот как раз случай вряд ли вам попадется на ЕГЭ, а вот на ЕГЭ может встретиться следующий каверзный случай, который вы обязаны увидеть, распознать и правильно расставить запятые. Если вдруг вы увидите, что в вашем предложении не один причастный оборот, а их два, и они еще стоят рядом, и между ними находится соединительный сочинительный союз И, то есть два причастных оборота, и между ними И, и там будут стоять цифры, типа, нужен ли здесь, нужна ли здесь запятая. Что делать в таком случае? Мы помним с вами, что однородные члены предложения, если они соединены одиночным союзом И, то они там, где И, запятые мы не ставим, например, папа и мама, мы же не ставим здесь запятые, вот. Точно та же логика работает и здесь, ребята, такое может попасться, очень вероятно, на экзамене, поэтому смотрите, если будет у вас предложение, код, цифра, прыгнувший ко мне на стол, цифра, и цифра, развалившаяся прямо на моей тетради, цифра, мешал мне заниматься. Здесь речь идет о коте, и вообще, когда вот мы начинаем работу над предложением в семнадцатом задании, я рекомендую сразу же выделить грамматические основы, то есть кот мешал, вот грамматическая основа, все сразу стало легче. И мы видим здесь не один причастный оборот, а два, прыгнувший мне на стол раз и развалившиеся на моей тетради два. Эти два причастных оборота соединены союзом И. Нам важно проверить, а однородные ли они, что значит однородные, то есть к одному и тому же существительному они относятся или нет. Кто это прыгнул на стол? Кот. Кто это развалился? Кот. Они соединены одиночным союзом И? Да, соединены. Значит, как мы будем обособлять эти два причастных оборота? Там, где и запятые не ставятся так же, как папа и мама, там мы запятые не ставим. Вначале, после кота мы ставим запятую, потому что начинается вся эта конструкция. И в конце, перед глаголом мешал, мы выделяем запятыми только начало, как бы вход в причастный оборот и выход из него. А там, где и, и если они однородные, это распространяется только в случае, если они однородные. Если они относятся к разным существительным, то там, соответственно, вы смотрите, как они соотносятся с этими существительными. Стоят ли перед ними или после них. И там, соответственно, вы расставляете запятые. Это мы сейчас поговорили с вами об обособлении причастного оборота. А если вам попался еще и деепричастный оборот, что делать? Деепричастный оборот относится всегда к глаголу. Это неизменяемая часть речи, как его можно отличить от причастного оборота, да? Он не изменяется. Оно, вернее, деепричастие, прошу прощения. И оно относится всегда к глаголу сказуемому. И отвечает на вопросы, что делая, что сделав. Например, обернувшись резко, там, Костя увидел незнакомца. Здесь, обернувшись резко, запятая, Костя увидел. Здесь также мы обязательно должны выделить грамматические основы, чтобы не спутать деепричастие, не дай бог, с глаголом. Деепричастие отвечает на вопрос, что делая, что сделав. И обособляется всегда, даже если оно одиночное. Оно будет обособляться, если это перед нами деепричастие. Здесь независимо от того, от положения в предложении здесь не играет роли. Но работает то же самое правило. Если два деепричастных оборота соединены одиночным союзом И и относятся, что самое важное, к одному и тому же глаголу, то там, где И, мы запятые не ставим. Не ставим запятые. Например, обернувшись назад резко И, вздрогнув от неожиданности, запятая, Костя увидел незнакомца. Это два деепричастных оборота, относящихся к одному и тому же глаголу увидел. Он увидел, что сделав, обернувшись, и увидел, что сделав, испугавшись. И они соединены одиночным союзом И. Вот там, где И, мы никаких запятых не ставим. Здесь также важно обращать внимание на то, что эти два деепричастных оборота являются однородными. Это очень-очень важно. Если вам все еще затруднительно решать тестовую часть, то у меня проходят марафоны двухнедельные, за две недели марафона. Мы разберем полностью всю тестовую часть, и вам останется только лишь отрабатывать все это на практике. Приходите ко мне. Также есть у меня марафоны две недели идут по тестам, две недели по сочинению марафон. Мы научимся писать сочинение ЕГЭ по русскому языку. Приходите. Марафоны идут на протяжении всего учебного года. Информация об актуальных марафонах размещена у меня и в Инстаграме, и в группе моей ВКонтакте, также в Инстаграме. Подпишитесь, пожалуйста, потому что каждый день я делаю мемчики, чтобы вам было легко усваивать трудные случаи русского языка. Это все очень полезно, но не зря же я все это делаю. Также каждый четверг в 16.00 по московскому времени я разбираю на своем канале, в прямом эфире, бесплатный доступ. Стрим проходит с разбором моего же авторского варианта. Плюс можно заранее его решить, он будет размещен в группе моей же ВКонтакте, там же все на стене можете смотреть. И видео там в видеозаписях ко всем заданиям вот пополняются постоянно. Вы можете написать свое сочинение, я его проверю в прямом эфире каждую неделю. Я считаю, это очень хорошая практика. Все это бесплатно. Да, платные только марафоны, но доступ к марафонам я не считаю, что какая-то запредельная сумма. Очень все хорошо, и можно подготовиться к экзамену просто у меня в моей онлайн-школе. Ставьте лайк, если видео было полезным, помогло вам дизлайк, если ничего этого не произошло. С вами была Анастасия Песик, увидимся!